С осени сентября, что измена, если она будет, то она гнездится в окружении президента Российской Федерации, в его администрации и во всех государственных структурах. Часть нашего истеблишмента, значительнейшая часть, родом из Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина, спят и видят, как бы проиграть эту войну, сплавить Путина в Гаагу и вернуть все, как было при дедушке, то есть при Борьке-Алкаше. И пока у них все получается. У нас недостаточно для ведения полномасштабной войны ни войск, ни авиации, ни ракет, ничего, всего недостаточно. Противник отмобилизовался и создал по-настоящему массовую сухопутную армию, которая превосходит нашу численно и скоро будет превосходить по количеству техники. И в этой армии он имеет самое новейшее западное вооружение, способное противостоять нам. Много вопросов было по эффективности хаймерсов. Очень эффективны. Очень эффективны. Они в том числе преодолевают наши системы ПВО, если они недостаточно массированы. Особенно, если эти цели, этих ракет не находятся слишком далеко в глубине нашей обороны. Чем глубже, тем, естественно, больше шанс на перехват. Опять же, все эти системы наводятся из космоса, очень точно поражают цель, до 5 метров попадают там, прилетают на сигнал мобильных телефонов, просто наводятся на сигнал мобильных телефонов, на работающий мобильный телефон, на любой гаджет. И плохо сбиваются нашими средствами ПВО. Вот вам конкретный пример. Просто один из. Если мы по-прежнему будем собираться закидать врага шапками, игнорируя, даже вот наглядно, вот смотришь книгу, знаете, выражение, смотришь книгу, видишь фигу. Вот у меня такое впечатление, что в Кремле вообще книгу не открывают, вот все хорошо у них. На планете розовых пони. Специальная военная операция развивается по плану с опережением графика. Проявите понимание. Это другое. Прокомментируйте, пожалуйста, тот факт, что на нескольких видео с украинской стороны замечена система или программирование эскалибуров. Ну да, да, говорят, поставили их эскалибуру. Скоро вместе, вдобавок к Хаймерсам, будут к нам прилетать аналоги нашего Краснополя. Дефакто означает, что пользование дорогами, подвозить что-либо наземного транспорта по всей линии станет невозможно. Да. Да. Эскалибур намного дешевле Хаймерс. Да, невозможно. По крайней мере, нет, конечно, все-то не устребят. Тоже снаряд достаточно дорогой, погодные условия и так далее. На каждое, условно говоря, у вас буханку его расходовать не будут. Но артиллерию нашу будут вышибать только в путь. А сейчас, на самом деле, наш фронт держится в основном где-то на три четверти на артиллерии. Она не бесконечная, даже не в количестве стволов или снарядов, а в количестве людей, которые умеют ее обслуживать. Хотя количество стволов и снарядов тоже не увеличивается, скажем так. Может ли пара сотен ударных беспилотников остановить наступление? Почему их не покупают у того же Ирана? Я не знаю, покупают у Ирана или не покупают. Но беспилотник – это не универсальный робот из компьютерной игры, которого достаточно завести ключиком и управлять им, как говорится, нажимать на клавиатуру с возможностью перезагрузки в случае неудач. Для того, чтобы применить беспилотники, нужна инфраструктура. Нужны обученные, причем желательно хорошо обученные в условиях современной войны, когда противники обладают радиоэлектронной борьбой, средствами ПВО и всем остальным прочим. Хорошо обученные экипажи, если можно так выразиться. Операторы. И обучить их за одну секунду не получится. Нужно создать базу, нужно наладить учебный процесс, нужно овладеть техникой. Хотя бы инструкторов сначала нужно обучить. Это процесс, который в условиях войны занимает все равно не одну неделю. Это самая быстрая не одну неделю. По-хорошему, если мы действительно закупали или закупаем, или будем закупать у Ирана его ударные беспилотники, а я целиком за, оружия на войне много не бывает, тем более нужного, край как нужного оружия, то их надо закупать, условно говоря, вместе с иранскими инструкторами, которые должны научить наших пользоваться этим оружием, обучить наших инструкторов и наладить учебный процесс. Если этого нет, то учебный процесс все равно удастся как бы по инструкциям совершить с плохим переводом с фарси на русский. Но этот процесс затянется примерно вдвое. Только и всего. В свое время советские офицеры обучали партизан по всему миру. В Анголе, на Кубе, в Никарагуа. С переводчиками или естественно. Естественно, и партизаны эти воевали там достаточно хорошо. Если мы такие оказались замечательные с нашим министром обороны, с нашим генеральным штабом и со всем нашим синклитом, что не можем сами производить ударные беспилотники, что мы вошли в войну, их не имея, то есть фактически по нынешнему не имея тактической авиации, то ничего стыдного нет в том, чтобы воспользоваться чужим опытом. Как думаете, цель нападения на балаклейском направлении больше медийная победа и тактическая? Все подробно обсудил, все рассказал. Считаю, что повторяться не буду. По вашему мнению, обязательно ли в данный момент учение в ДВО и танковые игры? Все, я ответил на этот вопрос. Не буду. Убирайте. Все, я уже сказал на этот счет. Кто-нибудь понесет ответственность за Харьковскую область? Если не будет изменена, если не придет понимание того, что мы воюем, и воюем тяжело, всерьез, и нам позарез нужна победа, то никто, как обычно. А кто у нас понес за штурм Грозного новогодний 1994-1995 года ответственности? Кого они что, посадили, что ли? Грачева, который с одним танковым, одним десантным полком готов был Грозный взять. Что, его посадили? Нет? Все нормально, все хорошо. Или у нас кто-то понес за потери в этом самом, на высоте, там, под Улускертом, кто-то ответил? Никто не ответил. Тот генерал, который эту уроту туда загнал, он, все, все хорошо у него, по-моему, до сих пор все хорошо. Или один мой знакомый, генерал Лобунец, погубивший кучу народу из подчиненного его Северо-Кавказского округа внутренних войск осенью 99-го, возглавляет Совет ветеранов, там, почетный человек, ходит, звенит звездой героя многочисленными орденами. Нет. Система, которая у нас выстроена, она почему, почему мы вот сейчас вот все это балаклею там сдаем и так далее, потому что полная безответственность. Единственное, что не прощает эта система, самоубийственно причем не прощает, это критику. Критику и несогласие с линией партии. А линия партии нацелена на том, чтобы с минимальным напряжением, а желательно вообще без него, ничего не делать и максимально с этого иметь. Психология паразита, натурально паразита. Чиновник занимает свое место, ему достаточно отстегивать наверх в том или ином виде, не обязательно даже деньгами. Извиваться вместе с линиями партии и больше ничего можно не делать. Вообще. Коллективная безответственность. Даже если он провалил все, как провалил все Сурков, как провалили все наши разведчики перед началом этого СВО, ему за это ничего не будет. Вы слышали, вот еще раз возвращаюсь, много раз уже договорил, вы слышали хоть об одном наказанном генерале, разведке там и так далее, который фактически предоставили президенту абсолютно ложную, стопроцентно ложную информацию.